я вас сюда привел для чего вот мне не выходит из ума давайте еще раз что вы клали в яму которая еще и провалилась из это и сад сгнил яму клали и кирпичи и щебень 2 все короче туда чтобы чтобы дышала дерево песок все говорили сок там и всего это вложили потом сверху землю ну и конечно в итоге надо нет а теперь смотрите сюда вот мой ветеран я уже показывал фильме вот какой был рожай да если вот здесь вот все усеяно семенами до сих пор сейчас уже прикрыла вижу да вот они семена так вот они еще и выросли тут был кусочек черной земли ведь да самый сев называется вот это самое ценное на свете а теперь смотрите моя посадка можно даже не говорить да кто грибы съел здесь у меня пятого шли или ложные для 5 а вот они я их не узнал вот у него то нет вот я говорю это будет из культурных самое долговечное может быть проживет 5 10 50 лет я не знаю меня переживет точно так а почему я вам его показываю абсолютно сухая корневая шейка до покрылся грибами до покрылся мхом вот и я еще эту тему продолжим на счет мха а пока смотрите значит при море растут столетние я который раз горькую шутку произношу ваша жена и уже знает дерево цело потому что к нему 5 100 лет не целы потому что к нему не подходили люди не секатором не вот это что а а это я тоже показывал рассказывал вот у меня рухнуло две огромные ветки это одна из них одна от урожая другая от сырого снега который маяк заварился вот и все равно дерево живо еще и потому что я тут не стал делать рано на кольцо обрезку но я про это уже рассказывал а теперь про мох мог растет с какой стороны а северной дворской что было по по географии пятерка не знаю троечник и и до самого это хорошо что то вы так ответили даже троечники знают что мог растет северной стороны вы видели на каждом вашем саженце пятнышко с южной стороны это чтобы не развернули его почему потому что здесь годовые кольца вот северной стороны вы же знаете хуже развивается да вот и еще был совет дан тоже по географии мы школе это проходили заблудились мог северной стороны хорошо а еще нас учили по годовым кольцам а я думаю зачем нам эти знания мы же не можем заблудившись в лесу у нас же нет бензопилы или хотя бы просто пилы чтобы спирите найти годовые кольца и что показалось что северной стороны там он они гораздо это хуже развивается древесина так вот для этого и наносится с южной стороны пятнышко и можно было с северной стороны сделать надо садить пятнышком на север в вашем случае сделано с южной стороны чтобы садить пятнышком на юг это важнейшее значение и 15 лет долблю 350 статей во многих рассказал 300 фильмов во многих рассказал но хоть бы один питомник но возьми ты до лишние рубль пойдет на эту на себестоимость ляжет потому что нужно краска нужно нагибаться нужно чтобы нанять человека который будет это пятнышко наносить до выкопки ну правда есть еще огромный питомник который растит прямо в теплицах бедные покупатели конечно вот вы видели питомник большая часть саженцев не продано она уйдет зиму до весны за всю свою жизнь ни разу ни разу я не делал так как делается это копают прячут погреб потом выносит на продажу часть сухих часть гнилых все это у есть мои фильмы все это есть мои фотографии доказательства разве может быть саженец нормально а вы приехали 15 октября без всякого страха посадите сильнейший обрезка пойдем глянем как он лежит я режу сильнее знаете иногда и меня тоже с этим сталкивался приходится жалеть нервы покупателя он думает что мы калечим дерево не спасаем а калечим да я против обрезки дерева кроме пересадки пересадили вот они красавцы абрикос королевский но королевский в этих местах культивирует 30 лет посмотрим что с ним на севере будет того конечно немножко и смелая все я скажу вот посчитал там уже все почти то бухгалтер посчитал там еще две сливы нам на двух лет двухлетка грозное дерево один пакетик положим плодовой веточкой наличии должны в эти пакеты объемные но можно в разные так ну что неплохо неплохо вид товарный вот это есть та самая подготовка предпродажная подготовка вот это первое дерево заплодоносит все в цветах ну это еще вам скажу одним из способов обрезки является как бы разновидностью это я об этом пока мало говорил это обрывание цветов не обрывайте сами упадут да редко вот у нас редко когда заплодоносит там одно яблочко 2 или сливка 1 2 не бойтесь этого вот так как густо плодоносит цветет это еще не значит густо плодоносит будет просто не надо вмешиваться в этот процесс потом я вижу что бывает я вот сейчас найду на пару фотографий вставлю этот фильм то есть и уже вот такие яблоки и цветут одновременно все в дерево поперепутали все ему поперепутали это я это называю оскоплением это называю все это не абортом извините за такие слова надо как-то привлечь внимание людей к этому процессу оставьте их в покое вот оборвите листья пусть растет допустим вот из них какие лучше допустим к солнцу ближе а какие маленькая ну как бы втором вторым рядом тут надо яблони с яблони они будут запечатать абрикосы мы уже говорили надо там где больше чернозема вот сюда посадить там допустим падает сейчас обрезку запакуем уже один раз вера пока стоим пробки не хочу время терять не люблю не умею так что у вас это самое я начал рассказывать про то что делают раны при обрезке два три четыре диаметра штампа убивая деревья и вы упомянули колонавитки расскажите о них какой вас опыт работы с колонавитками так это может принципе никакого опыта нет просто как дилетанты купили на рынке две колонавитные яблони посадили их и вот они как сидели такого они размеры и остались все ничего там ничего нет это не яблок нет на ней уже 10 лет сидит и расти не растет точка о чем я рассказывал в этом году прошлом позапрошлом 15 лет талдыча в общем 10 лет 10 лет они в таком состоянии ну может и мы такие специалисты рано в основании есть да есть не она не затянулась как она была так она есть просто этот ствол утолщился и все а рано как есть так и есть вот она и не растет в том числе из-за этого ясненько так и вы еще умудрились покрасить дерево зеленкой но я взяла в рамку навела зеленки так а теперь говорите что признаете что еще сделали все больше ничего кто сказал что дерево покрасили не но я в ранку да и прямо по стволу пустила этот зеленкой по это короче покрасили ну да может сказать но тут уже самодеятельность с этим понятно с этим понятно кстати тоже это я не самодеятельность это я тоже в интернете взяла идею я давно гороши интернет это помойка по большей части но кто-то же рассказывает кто-то же это советует подержите вот так так теперь о чем мы с вашим мужем поговорю про где север где юг у дерева промок поговорил про эти самые про годовые кольца вот как не заблудиться как теперь получается что вот эти знания доступные школьникам спасайся доходи север там где мог вот но это с одной стороны другой стороны садоводчик почему-то не применяется вот так вот она пробочка у нас тут просто с горы сошли камни так что эта пробка это для нас нормально так ну что смотрим мы на ландшафт вот вот это вот те самые горы где могут расти прежде всего абрикосы и у нас таких мест множество по россии и не такая же она у нас и ровная торсея и русская равнина это еще не вся россия и западно-сибирская низменность тоже не вся россия исключая вот эти два везде можно найти место да и здесь бы найти в этой же равнине в этой же везде можно найти место там где будут расти абрикосы надо сделать искусственные абрикосы почву любят они любят каменистую или какую значит прежде всего надо знать что абрикосы это моя версия находят 6 мест происхождения абрикоса но так не бывает скорее всего оно было одно а потом уже воины всяких хингисханов и прочих этих петров то есть александр великих воины таскали в своих сундуках то есть в рюкзаках походных мешках таскали сушеные абрикосы плевали на протяжении тысяч километров а чувствовали не сильно почему больше всего в горах вот видите наш край считается абрикосов здесь туда повернете да чуть-чуть вот туда вот вон он абрикос вон абрикос вон абрикос вон абрикос вон абрикос почему склон обратите внимание какой то есть сама природа подсказала раз абрикос боится сырых мест раз абрикос боится много снега где его надо садить там где он взял и сам себе рисует и вот пожалуйста сихотаринте пожалуйста есть абрикосы вот кавказские горы есть абрикосы ну в смысле сами себе сами по себе уже как эндемики вот деньшань по миру есть абрикосы а в савянских горах нет абрикосов я уже говорю не было здесь этих и проходили здесь воины чингисхана а прошли они наверняка южнее вот через казахстан потому что здесь нет абрикосов вот такая моя одна из я уже не историк но вот такая догадка что они здесь проходили войска чингисхан а где они брали эти сам а потому что джурджане были таким же цивилизованным государством как в древности элитной то есть греки вот и у них было развито садоводство и том числе культурный абрикос и вот это самый интересный момент можно их растить везде можно растить они очень морозостойкие почему ведь вы же знаете в горах сюда холодящим уровне вот сейчас мы не видим да а вот она парить вонус секре вы туда поверните вот вот у всех а там горки то всего-то примерно 300 500 метров выше нас вот так ну вот все что пока понятно это то есть мы с вами еще одну тему не раскрыли а хотя бы дали направлении вот он мой сад вот это бывший мой сад это больше мой мой дом вот так можно сказать но в такой стране живем в такой стране живем